сегодня 7 мая мы будем сажать картошку но сначала хотел показать что у нас в огороде напомню зрителям как наш огород выглядел весной в прошлом году в итоге обе теплицы были демонтированы одну теплицу мы снесли прошлой весной а вторую осенью новые теплицы были установлены в другом месте а весь огород пришлось переделывать на данный момент новые грядки установлены мы увеличили проходу между грядками раньше проходы были по 60 70 сантиметров теперь самые узкие проходы у нас 85 сантиметров тут проход шире 90 сантиметров а это метровый проход мы хотели сделать все проходы шириной метр но тогда бы не поместилась узкая грядка кроме того мы убрали грядки из тени который давал стеллаж на грядках в тени все кроме капуста росло очень плохо но перестройка огорода еще не закончена после уборки чеснока лука и ранней моркови буду переделывать вот эти грядки но это будет только в августе что у нас растет лук зашел и чувствует себя совсем неплохо сейчас тепло и лук нужно полить поливаем первый раз надеемся что ему хватало воды всего был посажен 11 апреля ранее морковь тоже зашла пока не очень понятно насколько хорошо посажена она была под снег где-то 11 апреля кстати поливать можно по доске вода не размывает землю так получилось что картошка придется сажать на трех рядом стоящих грядках это не очень хорошо так как ботва у картошки очень большая будет необходимо ходить по проходу чтобы поливать и раскладывать траву обычно мы стараемся чередовать грядки с картошкой и любыми другими посадками чтобы ботва не свисала в проходы в идеале посадить примерно так допустим эта грядка с картошкой следующая грядка с луком потом опять грядка с картошкой потом грядка с морковкой потом опять картошка потом чеснок что-то в этом роде должно получиться картошку никогда не сажаем рядом с кабачками потому что кабачков ботва тоже любят вылезти в проход. Но чеснок, лук и морковь были посажены до того, как грядки были установлены. Поэтому сажаем картошку рядом, надеясь на широкие проходы. Ботву у картошки придется подвязывать. Обычно мы сажали 4 грядки картошки, но в этом году посадим 3 грядки. У нас будут разные сорта на одной грядке. В таких случаях мы всегда делим грядку не вдоль, а поперек. Объясняется это тем, что у разных сортов разная устойчивость болезней. Поэтому если один сорт заболеет, например, фитофторозом, то ботва по всей длине грядки будет соприкасаться с ботвой другого сорта. А если мы поделим грядку поперек, то соприкасаться с ботвой другого сорта будут только 2 куста. Разные сорта проросли по-разному. Это ранняя картошка Red Scarlet, это поздняя картошка Журавинка. Вот их мы и будем сажать на первой грядке. Картошку нужно было посадить еще дней 10 назад, но, как мы уже объяснили, не было возможности. У Red Scarlet совсем немного картошки с черными ростками. Эти клубни мы отбраковываем, их сажать не будем. Обычно, когда картофель прорастает в темноте, у него вот такие ростки. Но вот уже второй год некоторые клубни дают вот такие ростки. Я их называю деревьями просто потому, что боковые отростки похожи на ветки дерева. В прошлом году я сажала картошку с такими ростками в надежде, что эти отростки станут столонами. Но не тут-то было. Каждый из этих отростков стал стеблем. Картофель взошел лесом. Знаю, что есть любители написать в комментариях, что один посаженный клубень не может дать лес ростков. Но пишут это те, кто картошку никогда не сажал, либо сажал, но в таких условиях, что растению приходилось выживать. Вот мы видим три основных стебля. При посадке было три сильных роста. Что происходит дальше? Количество стеблей уже трудно посчитать. Столон картофеля это видоизмененный побег. И в этом случае столоны решили стать стеблями. Вот на этом столоне мы видим маленький клубень. Вот еще клубень. Но какие-то столоны вышли наружу, к свету. И стали стеблями. Эти стебли тонкие и слабые по сравнению со стеблями, которые вышли на поверхность раньше. У ранней картошки короткий срок вегетации. Время поджимает. Его просто не хватит на то, чтобы эти стебли набрали силу и дали урожай. И конечно получится излишняя густота посадки, которая будет обязательно при посадке в ряду через 30 сантиметров. Но в этом году все ростки такие. Поэтому не знаю, что у нас получится. В любом случае у нас нет выбора, так как нет другого посадочного материала. При посадке на грядку шириной 1 метр нам нужно, чтобы в кусте было 4, максимум 5 стеблей. Иначе загущение, нехватка света и как следствие мелкая картошка. Возможно, что нам придется удалять лишние стебли. Но посмотрим, что получится. Будем решать по ходу действия. Теперь нужно отобрать клубни с нужным количеством ростков и очень аккуратно их посадить. Больше всего света достанется угловым кустам. Тут есть где расположить ботву. Поэтому можно поискать клубни с пятью ростками, если такие найдутся, и посадить их по углам. Засыпаем клубни с большими ростками очень аккуратно, чтобы не сломать. Засыпаем постепенно, а не разово. После посадки рассыпаем залу по всей площади грядки. Если есть прошлогодние остатки мульчи, то ее кладем между ряди. Так влага в почве сохранится лучше. И мульчу можно положить к самым бортам грядки. Ведь у бортов всегда трудно положить много травы. Если есть желание, то можно поставить низкие дуги и накрыть укровным материалом. Так земля будет сохнуть медленней. Это первое. А второе. Скоро полетит майский жук. И как мы знаем, он очень любит отложить яйца вот в такую неприкрытую почву. Травы пока нет. Косить нечего. Как только взойдет картошка, она будет замульчирована. Но опять не забывайте, что толстый слой травы не должен касаться стеблей. Иначе трава загорится и стебли завянут. С журавинкой все просто. Ростки у нее маленькие, так как это поздний сорт. Прорастать она не желает. Но зато ее удобно сажать. Ничего не сломается. Точно так же считаем ростки. Выбираем клубни с четырьмя ростками. А на углы можно пять. Это сарпамира и уника. Надеюсь, что постоянные зрители канала помнят, откуда у меня этот картофель. Мне его прислал подписчик Валерий. И в прошлом году эти два сорта, и кроме них еще три сорта, я выращивала в ящиках. Заморозки. Были заморозки и вся картошка замерзла. Видео о выращивании пяти сортов картошки в ящиках можно посмотреть по ссылке наверху. Очень часто спрашивают, когда и как проращивать картошку. Да я ее не проращиваю совсем. Семенная картошка лежит в ящиках. Ящики высокие. И она прорастает сама. Прорастает по-разному. В зависимости от сорта. Я ей не помогаю. Но и помешать прорастанию не могу. Поэтому такие разные ростки. Картошку я порезала заранее. Как видим, грядки на тот момент установлены, но еще не полностью засыпаны. Достаточно порезать за день до посадки. За это время срез уже затянется и можно сажать. Резать ее пришлось по причине полного отсутствия мелких клубней. То есть картошки посадочного размера просто не было. А сажать оковалки по 300-400 грамм не стоит. А вот эти обрезки, если их можно так назвать, мы съедим. Вообще посадочные клубни должны быть размером с куриное яйцо или меньше. При посадке крупных клубней маточная картошина останется целой. А урожай будет маленький. Этот эксперимент я показала в этом видео. Мы опять будем собирать куст из кусочков. При двурядной посадке на грядку ширину 1 метр будем собирать куст из 4 ростков. А вот если бы грядка была шире, как вот эта, то тогда бы я собирала куст с 5 ростками, а угловые с 6. Поэтому смотрите на ваши условия, через какое расстояние сажаете картошку, какой ширины междуряди. Это важно. Если сажать картошку в поле через метр, то в кусте может быть и 8 ростков. В данном случае я рассказываю об оптимальном варианте для грядки именно такой ширины. А вот на узкую грядку, на которой один ряд не будет затенять другой, я буду составлять куст из 6 ростков. А на торцах грядки можно даже попробовать 7 ростков. На торцах освещение лучше. И белая картошка неизвестного сорта. Так, какой же она репродукции? Если в 16 году была 5 репродукция, то в 19 году это уже 8 репродукция. Мы с этой картошкой уже привыкли друг к другу. Клубни с черными кончиками отбраковываем. Такую картошку сажать не стоит. Пытаться чем-то ее обрабатывать пустое занятие. Зачем? Тем более, что непонятно от чего обрабатывать. Клубни по внешнему виду ничем не отличаются от клубни с нормальными ростками или жаляне в одном ящике. Сажаем точно так же. На грядку шириной 1 метр выбираем клубни с 4-5 ростками. Придется немного повозиться с засыпкой таких больших ростков. Но мы сажаем только половину грядки. Поэтому много времени это не займет. Этот сорт неустойчив к фитофторозу ни по ботве, ни по клубням. Поэтому по соседству сажаем сорт сарпамира, который фитофторозом практически не болеет. Сарпамира все то же самое. Засыпаем тоже очень аккуратно. Как из 1 килограмма картофеля получить 60? Урожай картофеля ведро с куста. Какой урожай будет из резаных клубней? От чего еще зависит урожай картофеля? Всем хороших урожаев! С вами был канал ВОГОРОДЕ ПРО! ВОГОРОДЕ ПРО!